Проведение краткосрочных регулировочных мероприятий приостановлено, так как потребление электроэнергии в связи с потеплением погоды значительно снизилось, сообщает Минэнерго. Использование света в энергосистеме страны составило 61 миллион 117 тысяч киловатт-часов, а в предыдущие дни среднесуточное потребление электроэнергии достигало до 70 миллионов киловатт-часов. Сегодня проводится плановый ремонт. До этого были и крупные реконструкции, и замена агрегатов, но все же на сегодня общий износ оборудования ГЭС составляет около 80%. Поэтому в этом году было решено начать подготовку к осенне-зимнему периоду уже с марта. Будет произведен ремонт на нескольких крупных энергообъектах страны. В связи с этим текущая мощность энергостанции снизится на 290 мегаватт. Этот осенне-зимний период мы прошли без отключения электричества и каких-либо ограничений. Сейчас же такая необходимость возникла из-за реконструкции агрегатов на Токтагульской и Учкурганской ГЭС. Это вынужденная мера, потому что если не начать реконструкцию сейчас, то к 1 ноября можно не успеть ее завершить. Ежегодно вырабатывается почти 15 миллиардов киловатт-часов электричества, при том, что потребление идет далеко за 18 миллиардов. Дефицит электроэнергии составляет более 3 миллиардов киловатт-часов. Пока эту нехватку покрывает импортируемая электроэнергия из Казахстана, Туркменистана и России. Ситуацию в энергетике прокомментировал и президент Садыр Джапаров, отметив, что за последние 30 лет не было построено ни одной дополнительной ГЭС, хотя страна обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом. В 2022-23 годах мы провели капитальный ремонт второго и четвертого гидроагрегатов. Третий агрегат будет отремонтирован в следующем году. Таким образом, Токтагульская ГЭС продолжит служить народу Кыргызстана еще 40-50 лет. В результате этих улучшений будет добавлено 240 мегаватт дополнительной мощности. Кроме того, Учкоргонскую ГЭС ни разу не ремонтировали с момента ее ввода в эксплуатацию в 1962 году. Если нормативный срок эксплуатации ГЭС составляет 30 лет, то ее срок завершился в 1992 году. Оборудование и гидротехнические сооружения ГЭС устарели и практически непригодны к эксплуатации. Потому очень важна и модернизация Учкоргонской ГЭС. Нам всем нужно хорошо понять одну вещь. За 30 лет не было построено ни одной дополнительной ГЭС. Население увеличилось почти вдвое. Потребности в энергии растут с каждым годом. Строят дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Все они в разной степени требуют дополнительной мощности. Кроме того, зимой мы импортируем 3 млрд кВт-час электроэнергии из соседних стран. Жаль, что мы, обладая огромными запасами воды, вынуждены импортировать электроэнергию. Об этом следовало позаботиться еще 30 лет назад. По крайней мере, если бы мы строили ГЭС по 50 мегаватт в год, то сегодня такой проблемы не возникло. Как только было объявлено о низком уровне воды в Токтагульском водохранилище и временных отключениях света, в обществе договорились, что якобы воду продают. На это президент также ответил. Во-первых, невозможно продать воду из Токтагульского водохранилища. Я думаю, что эти слова – просто клевета непонимающих людей или популистов в адрес энергетиков. Там установлены онлайн-камеры. Все находится под прямым контролем. Во-вторых, кто продавал воду, пусть продает свою совесть. Если найдут способ продать, такие сотрудники не останутся безнаказанными. Они будут наказаны по всей строгости закона. Учитывая то, что все гидросооружения работают больше 60 лет, ввод новых генерирующих мощностей необходим. Нужно учитывать и тот факт, что когда вводились эти объекты, население страны не превышало 3 миллионов жителей, а потребление электроэнергии было около 9 миллиардов. Сегодня же кыргызстанцев 7 миллионов, и потребление электроэнергии растет в среднем на 7% ежегодно. В связи с тем, что не хватает у нас вообще мощности, так как у нас потребность растет ускоренными темпами по сравнению с темпами роста электроэнергии. Например, вот за последние 20 лет производство электроэнергии возросло всего лишь на 5%, если считаем. А потребление электроэнергии на 85%. И здесь предусматривается импорт электроэнергии. Импорт электроэнергии, он во время Союза был, за счет отпуска электроэнергии от гидроэлектростанции воды в летний период производились перетоки электроэнергии по объединенной энергосистеме от тепловых электростанций Узбекистана и Казахстана. А то и Туркмени. Это обеспечивает оптимальный режим работы электростанций в Центрально-Азиатском регионе. В связи вот сейчас и с глобальным потеплением климата это тоже актуально. Рост потребления электроэнергии населением обусловлено еще и тем, что облегчая свой быт, жители приобретают все больше электроприборов и зачастую включают их одновременно. К примеру, обогреватель, электрочайник и микроволновую печь. Не говоря уже о технике, которая потребляет мало энергии. Телевизор, холодильник, зарядные устройства и так далее. Все это приводит к перерасходу электроэнергии. Напомним, максимальное потребление электроэнергии было зафиксировано в январе 2022 года. 75 миллионов киловатт часов в сутки. Для того, чтобы электрической энергии сейчас хватало для потребителей, необходимы две главные вещи. Первое, естественно, повышение генерации. Но для этого нужно время и средства. Над этим, в принципе, энергетики и руководство страны работают. Второй вопрос, как мне кажется, экономия во всем. Вопрос более такой радикальный, не очень популярный. Это повышение тарифа. Тогда люди сами будут экономить расход электрической энергии у себя дома. К Кыргызстану сегодня просто необходимо развивать свой гидроэнергетический потенциал. Начинаем с реконструкции, а затем и строительства ГЭС. Сегодня начата реализация амбициозного проекта Камбаратинской ГЭС-1. Мы начали проект Камбараты-1. Всемирный банк предоставил средства для обновления технико-экономического обоснования. После завершения ТЭО мы приступим к его проектированию. При этом мы не сидим в ожидании и уже два года ведем подготовительную работу, выделяя средства из собственного бюджета. Это дороги, мосты, тоннели и другие работы. Как только закончим, начнем строительство самой ГЭС. Когда эта гидроэлектростанция будет построена, она станет одной из крупнейших в Центральной Азии и даст возможность решить не только энергетическую проблему Центральной Азии, но и водную. За последние два года начато строительство около 50 малых и средних ГЭС. Пока только из них 10 введены в эксплуатацию. Но и они уже восполнили необходимую нехватку электроэнергии в регионы. По мере завершения строительства и другие объекты будут введены в работу. В связи с тем, что усугубилось положение с аварией на ТЭЦ, необходимо срочно строить, сооружать солнечную электростанцию. То, что Минэнерго договаривается со многими инвесторами, это надо ускорить на 1000 мегаватт на Иссыкуле и на 300 мегаватт. Когда уже инвесторы начали работать, вот эти объекты необходимо ускорить и обеспечить их режим работы совместно с режимом работы гидроэлектростанции. Потому что солнечные они тоже в дневное время в основном дают электроэнергию. И вообще с дефицитом также и тепла, и электроэнергии необходимо тоже ускорить строительство на базе котельной Бишкек-Сельмаш ТЭЦ-2 на природном газе. Но сегодня руководство страны большое внимание уделяет использованию возобновляемых источников энергии. Помимо воды начинают использовать солнце и ветер. К примеру, на Иссыкуле реализуется проект по строительству ветропарка мощностью до 100 мегаватт, стоимостью до 100 миллионов долларов. Подобный планируется построить и в Баткене около 80 мегаватт. На сегодняшний день отвод земельного участка на стадии решения, поскольку сейчас идут археологические изыскания указанного в месторасположении. После проведения археологических изысканий вопрос передачи земельного участка будет уже решен со стороны государства. В этом году в энергосектор направлено без малого 75 миллиардов сумм. В республике введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Главная цель – ускорить процесс строительства электростанции и увеличить выработку электроэнергии, выйти на профицит и экспорт электроэнергии к 26-му году. Ведь Кыргызстан – та страна, которая имеет такие гидроэнергетические возможности, которые могут перевести государство от импортера электроэнергии в экспортеры. Надежда Усова, Руслан Саботаров, Аллато 24. Итоги недели.